Всем доброго времени суток. Собрал я аккумуляторную батарею с индикатором. Можно и не делать индикатор, но я решил установить. Аккумуляторные батареи литий железо фосфатный фирма 32700 это его размеры, 7000 это емкость. Хотя заявленной емкости здесь нет. Вот 6777 здесь 6630. В общем у всех ячеек емкость разная. Прежде чем установить эти аккумуляторные батареи в корпус необходимо сперва полностью разрядить. Вот такой прибор с таким блок питания. Сюда влезет только две штуки. 18650 все четыре штуки. И когда полностью разрядится, он отключается. Потом полностью заряжаете. Когда полностью заряжается, тоже отключается. Пишите данные. После опять разряжаете. Тоже пишите. Можно сразу нажать кнопку, чтобы она сама разродила и зарядила. Здесь очень много функций. Сейчас не буду объяснять. Единственное скажу, надо будет открутить крышку. И здесь внутри есть маленький переключатель. Три режима. Надо переключить 3,6 вольт. Иначе заряд будет неправильным. После как убедились, что емкость, необходимо проверить внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи. Здесь тоже имеется внутреннее сопротивление. Она тоже проверяет. Но она точно не проверяет. Я уже убедился. Для этого необходимо приобрести вот такой прибор. Прежде чем проверить аккумуляторную батарею, необходимо проверить само прибор. Должно показать все нули. Если покажет какие-то единицы, необходимо зайти на настройки и настроить. Сейчас это тоже я не буду показывать, чтобы не отнимать. Драгоценное время. 0,8. В общем 8 миллион. Здесь я уже проверил. У всех по 8. У других аккумуляторов я проверял. Здесь сопротивление где-то 4 миллионов. Сопротивление должны быть одинаковые. После как вы все это проверили, необходимо сделать пайку. Здесь надо учитывать вот это сечение. Должно быть в два раза больше, чем провод. Провод у нас будет 4 миллиметра в квадрате. Здесь должно быть 8 миллиметров в квадрате. Но я чуть больше сделал. Здесь где-то будет размер 8 на 1,4 миллиметра. А здесь будет ровно 8 квадрат. Эту пластину можно заказать в магазине. Вот никелевая лента. Кусками режешь и соединяешь. 6 штук. Можно еще добавить. Но у меня здесь 10 штук. Я не поджалел. Пусть будет чем больше площадь, тем удельные сопротивления уменьшаются. Поскольку у железа удельные сопротивления больше, чем меди. А серебро еще меньше. Но серебро не будем сейчас использовать. Пайку необходимо делать вот таким прибором. Ну, подобный ему. Или смастерить самодельник. Вот исключаешь. Видно, да? Итак, для демонстрации покажу. Можно и обойтись без приборов. Просто взят толстый провод медный и запаят паяльником. Паяльник желательно вот такой должен быть. Здесь регулируется температура. Потому что в сети, когда бывает там 200 вольт, обычным паяльником вы его не запаяете. К этим лепесткам. Чтобы запаять провода, нам необходимо прошкурить. И нанести паяльную кислоту. Капелька. По капельке. После берем олова и наносим. В противном случае она не будет, прихват не будет. Желательно не нагревать эти ячейки. А если уже они начнут нагреваться, надо охладить их. Прежде чем собрать сборку, необходимо полностью зарядить. И довести каждую ячейку почти одинаковое напряжение. Потом только устанавливаем плату. Палата BMS с балансировкой. Здесь написано 50 ампер. Мне с трудом верится, что это 50 ампер он пропускает. К тому же эти дорожки надо залудить, утолстить, так сказать. Нанести олова. Я уже проверял, испытывал. При 25 ампер нагрузке на аккумулятор. Он нагревается. Где-то 5 минут она как бы выдерживает. Дальше уже начинается нагрев. Так что, либо здесь надо еще установить радиатор. Либо рассчитать на такие токи. Есть еще BMS на 40 ампер. Тоже устанавливал. Работает. Потом еще покупал на 30 ампер. Они вот такой отправили, чтобы я сам запаял. Не могли что ли они это все зафиксировать. Цена немножко дешевле, поскольку он не запаял. Вот. Это я уже не испытывал. Тоже BMS с балансировкой на 30 ампер. Есть еще на 20 ампер. Самый дешевле вариант. Вот. Тоже хорошо справляется. Но мы будем устанавливать на 50. Не будем жарничать. Все эти BMS они работают по одному же принципу. Когда напряжение на одном ячейке достигает порогового 3,65 или 3,7. Как здесь зафиксировано. То плата отключает полностью. И заряд приостанавливается. Те остальные ячейки могут не зарядиться. Возможно здесь будет, к примеру, 3,7 вольт. А здесь будет 3,5 вольт. Это не хорошо. Из-за этого нам необходимо по отдельности заряжать. Взять фиксированное напряжение 3,7 и зарядить. Когда полоса зарядится, то ток уже уменьшается. Либо берем вот такой нехромовый нит. Здесь у меня, я не знаю, сопротивление сколько, но 10 ампер пропускает он. 10 ампер. В общем, вот так берем, секунду замыкаем. Долго нельзя. И вот так уменьшаем. Я думаю, чем вот этот вариант лучше дополнить напряжениями. Потом устанавливаем корпус и включаем инвертор. Или что у вас там. Можно на 12 вольт подключить что-нибудь, скажем, автомобильную лампочку. Можно через инвертор разгрузить, довести до 12 вольт. Потом опять ставим на зарядку. Проверяем, какая банка успевает заряжаться, какая банка не успевает. Потом дополняем опять. Вот это цикл несколько раз должно быть. После как уже ручную сам балансируете эти ячейки, вот тогда уже спокойно можно зафиксировать этот корпус. Вот как я сделал. Здесь почему-то после кислоты, паяльный, ржавчина идет. Ее надо тоже убрать и чем-нибудь смазать, чтобы дальше не продолжало ржаветь. Индикатор можно не устанавливать, но я установил его. Потому что это уже не на выходе напряжения, а в самом аккумуляторах. Также я залудил. Видно, да? Залудил, утолстил дорожки, чтобы токи проходили гигантские. Здесь еще предусмотрено для пайки светодиодов и сопротивления. Чтобы каждая ячейка, когда она заряжается, чтобы индикатор горел. Но я не стал их устанавливать, потому что они нет такой необходимости. Также можно здесь термостат поставить, температурный датчик. Здесь много чего имеется, которое можно перемички убрать, вставить. Этот вывод я не использовал. Заряд, разряд, по-моему. Я сюда запаял, как здесь видно. Если вы хотите просто одну аккумуляторную батарею собрать, то нет необходимости покупать приборы. Хотя они не дорогие. Просто расчет формулы. Простыми формулами можно собрать. У меня их десятки. Из-за этого я вынужден был покупать. Есть еще самодельный БМС. Здесь каждая ячейка настроена на 3,6 вольт. И когда напряжение уже выше 3,6 вольт поднимается, ключ сильно нагревается. Тем самым он не дает зарядить аккумуляторную батарею и берет нагрузку на себя. Из-за этого здесь уже надо очень строго и фиксированное напряжение. А то если вы поставите 15 вольтовое зарядное устройство, то мало не по качеству. Один раз я его так поставил. Ключи все нагрелись и от ключей батарейки тоже нагрелись. Чтобы это избежать, еще необходимо все ячейки перед установкой балансир полностью зарядить. Там плюс-минус, там 50 милливольт не имеет такого особого значения. Также есть у меня еще один балансир. Сильно резисторы нагреваются, здесь ключи вообще не нагреваются. Я собираюсь еще один балансир сделать более такой продвинутый. Но это я думаю уже на следующих роликах. Вот я на макетном плате экспериментирую. Здесь уже будет как бы электронный предохранитель. Имеется ввиду, если замкнуть, выводить плюс-минус аккумулятор, чтобы она отключалась. При размекании сама включалась. Не надо там кнопку без фиксации там. А здесь я вот пробовал. Вот этот 40 амперный пробовал я. Он у меня просто взорвался. Несколько ключей взорвались, когда я замкнул. Так не должно быть по моему. Если должно быть, пишите в комментариях в чем дело. Их у меня уже несколько штук. Это сделано для того, чтобы инвертор проработал дольше. Хочу котельные запустить. У нас постоянно свет отключают здесь. Инвертор тоже должен быть с чистым синусом. Вот такой. Индикаторы необходимо, прежде чем установить, настроить. Открываем, там имеется подстроечный резистор. Отключаем плюс-минус провода к прибору тестеру. У меня вот такой тестер. И отключаем блок питания. Можно фиксирование 10 вольт и на 14 вольт. Можно лабораторный блок питания. У меня лабораторный блок питания. В общем, вот этот диапазон от 10 до 14 вольт должен быть точный. И потом только устанавливаем. Вот. Я уже полностью сделал, как положено. Сейчас проверим. На приборе тоже. 13,75. 13,7. Видео подходит к концу. На этом я с вами прощаюсь. Если было интересно, ставим лайки. Оцениваем видео. Возникшие вопросы пишем в комментариях. На этом, пожалуй, все.